Здравствуйте, дорогие читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет обзор книг известного американского писателя Стивена Кинга. Стивен Кинг – один из самых популярных писателей нашего времени. Его читают подростки и взрослые, все, кто стремится лучше понять себя и других, а также изменчивый и непредсказуемый мир, в котором мы живем. В обзоре представлены книги Стивена Кинга, которые стоит прочитать. «Парень из Колорадо», «Страна радости» и «Буря столетия». «Парень из Колорадо» – детективный фантастический роман Стивена Кинга. В произведении, которое было опубликовано в 2005 году, признанный мастер хоррора попробовал себя в нетипичном для себя жанре. Молодая журналистка Стефани проходит практику в провинциальной газете «Дейли Аллендер», которая выходит ежедневно на одном из островов у побережья штата Мэн. Ее местные наставники – два ветерана этой газеты – Дейв Буи и Вин Стинг. Они любят иногда пошутить над девушкой, при этом несмотря уже на свой преклонный возраст. Однажды Стефани попросила пожилых людей рассказать ей о самых загадочных историях, которые могли случиться на их острове. После нескольких известных баек про огни в небе, корабль мертвецов, старики решили наконец поведать ей самую таинственную историю из своей репортерской практики «Историю парня из Колорадо». Эта история началась в апреле 1980 года, когда на пляже двое подростков нашли тело неизвестного парня, у которого при себе были лишь подзорная труба, сигареты, несколько долларов и советская монета. Кем был этот молодой человек и что привело его в это уединенное место? И действительно ли, как утверждала полиция, причиной смерти был несчастный случай? Именно тогда два местных журналиста решили раскрыть тайну гибели незнакомца самостоятельно. Но чем дальше продвигалось их расследование, тем больше возникало вопросов, и тем меньше было на них ответов. «Парень из Колорадо» – захватывающий роман, написанный в лучших традициях классического американского детектива. Стивен Кинг вновь доказывает, что его фирменный стиль хорош для любого жанра. «Страна радости» – роман Стивена Кинга в жанрах мистики и психологического триллера. По сюжету книги, студент Дэвин Джонс решил подработать в парке развлечений «Страна радости». И внезапно он словно попадает в своеобразный параллельный мир. Там живут только по своим правилам, говорят на особом языке и очень не любят, когда кто-то задает лишние вопросы. Особенно, если они касаются убийства молодой девушки Линды Грей, тело которой было обнаружено в парке в павильоне «Дом ужасов». Пытаясь найти ответы на эти вопросы, Дэвин понимает, за ярким фасадом парка развлечений скрываются опасные тайны, а если разворошить прошлое обитателей «Страны радости», то его собственная жизнь может непостижимым образом измениться раз и навсегда. В романе «Много времени» автор уделяет внутреннему миру Дэвина Джонса. Его душевным метанием и попыткам примириться с действительностью. «Буря столетия» – книга Стивена Кинга, в которой в маленьком островном городке Литтал-Талле появляется странный человек по имени Андрей Ленош. Могучий и опасный чужак самого воплощения зла. Он явился, чтобы взымать плату с каждого грешника и не остановится, пока сполна не получит свое. Практически одновременно с его появлением на острове разражается страшная буря. Она не позволяет местным добраться до материка и лишает их связи с внешним миром. Вначале люди объединяются перед лицом опасности, но вскоре их начинают мучить неизвестности страх. Соседям припоминаются старые обиды, загадычные друзья яростно конфликтуют, а по итогу вспихивает масштабная реалистичная драма с участием всех жителей обреченного городка. Роман Стивена Кинга написан в формате киносценария, по которому был снят телесериал. Стивен Кинг не просто пишет страшные истории. Он создает целые миры, в которых страх становится инструментом для исследования человеческой природы. Его мастерством заключается в способности находить ужас в самых неожиданных местах и заставлять читателей переосмысливать свое отношение к реальности. Именно поэтому его произведение продолжает очаровывать и пугать читателей по всему миру. С книгами из обзора вы можете ознакомиться в нашей Центральной городской библиотеке имени Михаила Васильевича Ломоносова. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok